В Афганистан Юрий Андреевич попал из учебной части. 7 сентября 1987 года его и других офицеров встретил неприветливый город Баграм. Далее передислокация на один из самых сложных участков Афгана – Паншерское ущелье. Там формировалась одна из самых крупных душманских группировок численностью более двух тысяч человек. Я знаю точно, что можно было туда, в это Паншерское ущелье, заходить дивизиями и не выйти. Это было очень опасно, очень напряженно, но периодически туда наши войска заходили на боевые действия. Служба проходила в 345-м отдельно парашютно-десантном полку на должности заместителя командира роты по политической части. Основная задача – огневая поддержка дислоцирующихся рядом других войсковых подразделений. И, как казалось, миссионерская гуманитарная помощь местному населению. Но уже после первых месяцев выяснилось – враг кругом. В Афганистане противниками были все. Все были для нас чужие. Не взирая на то, что мы им делали много добра, фактически мы их обеспечивали продовольствием, пытались обеспечить мир на их земле. Но днем они с нами улыбаются, нам улыбаются, а ночью они уходят в банду и помогают бандитам. Но самое тяжелое было впереди, когда Советский Союз объявил о выводе войск из Республики Афганистан. Полк Андрея Кунаха был замыкающим в цепи всех воинских подразделений и принял участие в последней спецоперации «Тайфун». За спиной оставались только бандформирования. Рассматривая старые фотографии, подполковник с горечью вспоминает, как по-геройски с почестями вывозили на броне последних погибших. За проявленное мужество и отвагу он был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом за службу Родине Третьей Степени. А уже в 1995 году Новая Война, на этот раз в Чеченской Республике. Защита нашей Родины от террористов происходила и происходит постоянно. Сначала на дальних рубежах, а когда они пришли к нам в дом, то пришлось и на нашей территории защищаться от них. В чем разница? В том, что все-таки чеченская компания, чеченская война – это наша территория. И кругом наши люди, наши россияне. Дети, женщины, мирные жители. Не важно какой национальности, но они были россиянами. Сейчас подполковник работает в одной из спортивных школ. Вместе с этим ведет большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Эти встречи нужны нам, так как ветераны могут нам рассказать большую часть истории, то, которую мы не можем узнать в различных книгах, новостях. Мы можем задать свои вопросы, особенные вопросы. И он выслушает нас, так как ему важны мы, как подрастающее поколение. Ведь они заботятся о нас, так как мы – будущее нашей страны. А в этой молодежи подполковник уверен, глядя на кадетов школы имени Старшинова. Он говорит, у России подрастает достойное поколение, которое готово встать на защиту своей родины и продолжить ратное дело в память о тех, кто отдал свою жизнь за родную землю. Руслан Душевский. Анапа. Регион.